Вы снова у меня в гостях, друзья мои. Приветствую всех в Баревдес. И сегодня актуальная на лето тема кукуруза. Как ее варить, запечь, приготовить. Будем делать несколькими вариантами, как всегда поделюсь важными нюансами. Казалось бы, ничего особенного. Кукуруза и кукуруза сварили, съели, а там есть свои нюансы. Так что следите до конца. В первую очередь, какой бы вариант я не выбрала, для готовки их обязательно предварительно мою. Особенно для одного из вариантов, в котором шелухан тоже используется. Если я не ошибаюсь, эти листики именно так и называются. И, кстати, считается, если все так очень хорошо закрыто, туда ничего не проникает. Поэтому там особо мыть нечего. Но все же я сполосну. Ну, так как не всегда, они вот так надежно защищены шелухой. Вот, посмотрите, они вот такой вот структуры. Все так красиво разложено, все зернышки к зернышкам, значит, они здоровые и качественные. Покупая их, оцениваем в первую очередь это. Потом смотрим на цвет. Чем светлее их цвет, тем они моложе. И наоборот. И, кстати, тем они сочнее. Еще один момент. Если у вас есть выбор брать вот такие без шелухи или вот такие, конечно, выбираем именно такие. Потому что, во-первых, шелуха надежно защищает их и от солнца, и от воздействия внешних разных факторов. К тому же, именно наличие вот этой шелухи означает, что их напрямую не обрабатывали всякими химикатами. Потому что, когда их обрабатывают от этого шелуха, в первую очередь теряет свой внешний вид. Поэтому от них часто избавляются и продают их в таком вот виде. То есть, этот вариант означает, что напрямую на них не было никакого воздействия. Да, ГМО и все такое не исключено, но хотя бы от этого мы можем себя избавить. Начнем с варианта, который готовится в микроволновке. Или запекать, я не знаю, как этот процесс называется. Одним словом, это один из самых быстрых вариантов. А то, что получается вкусно, это касается всех вариантов, которые я сегодня представлю. Итак, будем делать в пекарской бумаге, потому что фольга там не работает. Нам нужна кукуруза. Я ее разделяю на две части. Можно этого не делать. Так делаю я. Я взяла тарелку, которая легко может кружиться в микроволновке, чтобы размер позволял. Мне решила помочь моя племянница Вероника. Смазываем маслом. Масло растопленное. И добавляем немножко соли и немножко перца. Ну, на вкус. Масла нужно очень мало, друзья мои. Конечно, все это дело вкуса, но я делаю очень мало. Так как у нас там есть тарелка, она с небольшим углублением, у нас есть возможность добавить туда немножко воды. Она никуда не денется, останется там. Тут у меня вода из-под крана холодная, около 80-100 мл. Это примерно. И еще очень важно знать качество своей бумаги, чтобы она не промокла и ничего не случилось. У меня бумага силиконизированная. Сейчас складываем бумагу в конверте и стараемся делать так, чтобы максимально весь пар оставался внутри. То есть запечатываем, насколько это возможно, хорошо. Все. И отправляем нашу заготовку в микроволновку. Включаем на полную мощность и ставим на 8-10 минут. Смотря на сколько мощная у вас микроволновка. Я ставлю на 10. Может понадобиться и 12. Это зависит также от того, какие кукурузы и насколько они молодые. Время вышло. Пора доставать. Делаем это аккуратно. Тарелка очень горячая. Вы только посмотрите, какая красота и как аппетитно это выглядит. Кстати, такой очень приятный сливочный аромат исходит и вкус тоже присутствует. Поэтому я люблю запекать именно в масле. Но вы можете запечь, просто добавить в воды и завернув в бумагу. Так отправляем в микроволновку и потом в горячем виде намазываем немножко сливочного масла и добавляем соли и перца. Так тоже можно. Но мне нравится именно такой вариант. А второй вариант будет у нас в аэрогриле. Если у вас он есть, обязательно попробуйте. Тут проще просто не бывает. Если размер позволяет, отправляем туда прямо так. Если нет, просто ломаем. Ничего с ними не делаем. Вот так кладем в чашу. Температура 200 градусов. А время ставлю на 10 минут. Они уже готовы. Вот смотрите, за 10 минут. Смотрите, в моем случае требуется около 10 минут, точно не больше. Из-за этого они могут пересушиться. Вы смотрите по своей технике. Может вам понадобиться чуть больше или даже чуть меньше времени. Сделайте один раз, потом уже будете знать. И уже смело будете ставить конкретное время. Они готовы, они мягкие и очень приятные на вкус. Приступаем к следующему варианту. На этот раз будем варить в молоке. Просто вырезаем все лишнее и нарезаем на кусочки удобного размера. И можно оставить так, смотря какого размера кастрюля. Раскладываем, как нам удобно. И добавляем туда смесь воды и молока. Можно и желательно, чтобы большая часть была именно молоком. Ну, смотря как вы любите или сколько молока под рукой. Но чем больше молока, тем вкуснее. Тут у меня обычная холодная вода из-под крана. Ну, а сейчас добавляем кусочек сливочного масла. Сколько ни жалко. Чем больше, тем вкуснее. Но я пожадничаю, добавлю немножко, чтобы не было слишком жирно. Но на вкус это влияет и очень хорошо. А специи пойдут в самом конце, только когда будем дегустировать. Все, отправляю на огонь. После того, как масса закипит, варим около 20-25 минут. Готовиться будет на среднем огне. У нас уже все готово. Выключаем огонь и достаем кукурузу. Ну, а теперь самый традиционный вариант. Для начала просто хочу отметить, я варю кукурузу именно в кипятке. То есть не добавляю холодной воды, а именно кипяток. Потому что таким образом кукуруза меньше теряет влаги, получается более сочной. К тому же, когда уже в готовом виде кукуруза остывает, она, зернышки, получаются как бы пустыми. Так вот, после такого варианта это случается намного реже. Вот почему предпочитаю такой вариант. Ну, а теперь, друзья, делаем слоями первый слой. У нас будет шелуха, потом кукуруза. Если будет второй слой кукурузы, между ними опять шелуха. И закрываем все это снова этими листочками. Для тех, кому интересно, шелуха добавляется для придания кукурузе еще большего аромата. Это, конечно, не обязательно, но все же желательно. Если где-то вместе с шелухой попались и рыльца, ничего страшного, пускай они останутся. В таком количестве никак не повредят. Из них также делают отвары, лечат почки и так далее. Их даже продают в аптеках в сушеном виде. Закрываем крышкой и отправляем на средний огонь. После того, как закипит, варим в среднем 15-20 минут. Зависит от самой кукурузы. Чем она моложе, тем раньше сварится. И наоборот. Что касается соли, во время варки ее я принципиально не добавляю. Уже добавляем за столом, когда угощаемся. Во-первых, потому что без соли все это получается намного вкуснее. Все эти букеты, вкусы, ароматы, они получаются более выразительными. И потом уже можно солить. Так, намного вкуснее. К тому же, соль имеет такую особенность вытягивать влагу из овощей. Таким образом, у нас кукуруза теряет влагу и получается менее сочной. И немножко жесткой. Сейчас сливаем эту воду и кладем их в холодную воду. Для того, чтобы резко остановить все процессы. Таким образом, они меньше теряют влагу при остывании. И к тому же, потом не получаются такими пустыми. Я думаю, вы знаете, о каком состоянии я говорю. Таким образом, мы предотвращаем все эти явления. И они даже после остывания остаются вот такими вот красивыми. И, конечно, сочненькими. Так как во время съемки я очень подробно останавливаюсь на каждой детали, вам может показаться, что тут что-то сложное и так далее. Но на самом деле, просто сварили без соли. Добавили немножко шелухи. А потом, после приготовления, отправили в холодную воду. И все. Они уже слегка остыли. Подаем. Если вы любите их в горячем виде, конечно, можно подавать сразу. Никаких проблем. И в таком случае вы их съедите. И все равно, что с ними случится после остывания. Сморщатся ли зерна или нет. Этот вариант с холодной водой нужен для тех случаев, когда вы не собираетесь сразу их съесть, сразу их подавать, чтобы они после остывания зерна не сморщились. И они не потеряли красивый вид. И не потеряли свою сочность. Сколько бы вы не оставили теперь эту кукурузу, хоть в холодильнике, хоть на столе, при любой температуре, они остынут, но внешний вид у них не поменяется. Знаю, может возникнуть вопрос, какой же из этих вариантов лучше. На самом деле все они хороши. Все эти варианты я использую у себя на кухне. И выбирала самый лучший, самый вкусный и сочный. Конечно же, для своей семьи. И предлагаю вам. А какой вариант приживется у вас, конечно, выбираете вы. Спасибо. Спасибо.